Иссаак И сказала Аврааму, «Выгони эту рабу и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком». Жестоким показалось слово это очень Аврааму о сыне его Измаиле. Но Бог сказал Аврааму, «Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя». И от сына рабыни я произведу великий народ, ибо и он семя твое. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды, и дал Агаре, и возложил на плечи ей отрока и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне, и оскудила вода в мехе, и она оставила отрока под одним кустом. Отойдя же, села вдали, на расстоянии выстрела из лука, сказав, «Да не увижу смерти детище моего». Книга бытия. Бунин мало о ком из современных ему писателей говорил что-то хорошее. А вот с редкой теплотой написал о мире Лохвицкой. Она умерла еще молодой, и вскоре после смерти была забыта. Но при жизни она пользовалась известностью. Слыла русской софо, как, впрочем, многие русские поэтессы. Она воспевала любовь, страсть, и все поэтому воображали ее чуть ли не вакханкой, совсем не подозревая, что она при всей своей молодости уже давно замужем, что она мать нескольких детей, большая домоседка, по-восточному ленивая, часто даже гостей принимает лежа на софе в капоте, и никогда не говорит с ними с поэтической томностью. А напротив, болтает очень здраво, просто, с большим остроумием, наблюдательностью и чудесной насмешливостью. Все, очевидно, родовые черты, столь блестяще развившиеся у ее сестры Тефи. Такой, по крайней мере, знал ее я. Мирочка, дорогая, опять лежите? Опять. А где ваша Лира, Тирс, Тимпан? Она заливалась смехом. Лира где-то там, не знаю. А Тирс и Тимпан куда-то затащили дети. У нее было пять мальчиков. Михаил мой, бравый воин, крепок в жизненном бою, говорлив и беспокоен, отравляет жизнь мою. Мой женюшка, мальчик ясный, мой исправленный портрет, с волей маминой согласный, неизбежный, как поэт. Мой Володя, суеверный, любит спорить без конца, но учтивостью примерной покоряет все сердца. Четвертому мира дала имя Измаил. Мой сын Востока, шелест пальмовых вершин, целый день он спит глубоко, ночью бодрствует один. Небо и все наслаждения неба я вижу. В личике детском и глаз оторвать не могу я. Ангел безгрешный, случайно попавший на землю, сколько ты счастья принес, как ты мне дорог, дитя. Где та страна, о которой лепечут нам сказки? Край тот чудесный, тебя на руках бы снесла я. Молча, босая, по острым каменьям пошла бы, лишь бы избавить тебя терней земного пути. Боже, послав мне ребенка, ты небо открыл мне. Ум мой очистил от суетных, мелких желаний. В грудь мне вдохнул непонятные, новые силы. В сердце горячим зажег пламя бессмертной любви. Мира Лохвицкая. Мое небо. У Авраама долго не было детей. И когда ему исполнилось 85, Сара сказала, вот Господь заключил мое чрево. Войди к служанке моей. Может, я буду иметь детей от нее. Это было вполне законно. Авраам послушался. И взяла Сара египтянку Агарь, которая 10 лет прожила у них в доме, и дала мужу своему в жену. И она зачела. Увидев же, что зачела, стала презирать госпожу. И Сара выговорила за это Аврааму и стала притеснять Агарь. И та убежала от нее. В пустыне у источника ее нашел ангел Господень и сказал, Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Агарь сразу поняла, что ангел все про нее знает. И ей вдруг стало стыдно. За то, что была высокомерна с Сарой. За то, что бежит от божьих людей из земли, обетованной, обратно в свой языческий край. И, отвечая, она снова кротко назвала Сару госпожой. Возвратись, сказал вестник, и покорись под руку ее, умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. И еще сказал ей ангел Господень, Вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь смирение твое. Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всей братьи своей. И призвала Агарь имя Господа, говорившего к ней. И родила Агарь Аврааму сына. И нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари, Измаил. Книга бытия. Все в нашей семье с детства писали стихи, вспоминала Тефи. Но занятие это считалось у нас почему-то ужасно постыдным. И чуть кто поймает брата или сестру с карандашом, тетрадкой и вдохновенным лицом, немедленно начинает кричать «Пишет! Пишет!» Пойманный оправдывается, а уличители издеваются над ним и скачут вокруг него на одной ножке. «Пишет! Пишет!» Вне подозрения был только старший брат. Существо полной мрачной иронии. Но однажды и в его комнате тоже были найдены обрывки бумаг с какими-то поэтическими возгласами и несколько раз повторенной строчкой «О, мира! Бледная луна!» Открытие это произвело на нас сильное впечатление. И, как знает, может быть, старшая сестра моя, Маша, взяла себе псевдоним именно благодаря этому впечатлению. Машу сёстры считали самой талантливой и дали обет не печатать свои опусы, пока будет печататься она. Первый раз она решилась послать свои стихи Василию Ивановичу Немировичу Данченко, брату драматурга. «На меня точно солнцем брызнуло», – пишет он. А потом в сопровождении старой дамы, как положено девушке из порядочной семьи, она пришла сама в кофейном мундирчике с беленькой пелеринкой, наивной, застенчивой, мерцавшей ранним огнем прелестных глаз. Своим присутствием она согревала оливковую гостиную, свернётся, бывало, как котёнок в углу большой софы и мечтает вслух «И я сам молодею». Вашему сердцу тоже 15 лет как-то у неё вырвалось. Мне со взрослыми трудно, они не умеют читать, по-моему. Родилась и выросла в тусклом, точащем нездоровые соки из бесчисленных пролежней Петербурге. А вся казалась чудесным тропическим цветком, наполнявшим мой уголок странным ароматом иного, более благословенного небесами края. Будто ко мне залетала радостная, вся в жару белым ключом бьющейся жизни птичка. Из-за горы морей, из-за пустынь, вся ещё овеянная дыханием солнечных, пышных рощ. Чудилась душа, совсем не родственная скучному и скудному, размеренному укладу нашей жизни. Это из воспоминаний Немировича. Через несколько лет мечтательная барышня засобиралась замуж. «Вы любите?» – спросил он. «Нет. А впрочем, не знаю. Он хороший. Разумеется, люблю. Это у нас, у девушек, порог, через который надо переступить, иначе не войти в жизнь». Хотела бы я свои мечты, желания тайные и грёзы, в живые обратить цветы, но слишком яркие были прозы. Хотела бы лиру я иметь в груди, чтоб чувства вечной юны, как песни стали бы в ней звенеть, но порвались бы сердца струны. Хотела бы я в минутном сне изведать сладость наслаждения, но умереть пришлось бы мне, чтоб не дождаться пробуждения. Мира Лоховицкая. Песнь любви. После фета, пишет Василий Иванович, я не помню ни одного настоящего поэта, который так бы завоёвывал, как она, свою публику. Хотя целомудренные коплуны от литературы и выпияли ко всем святителям скопческого корабля печати и к белым голубям цензуры о безнравственности юного таланта. Первый же её сборник был удостоен Пушкинской премии. Он вышел в 96-м году с посвящением мужу. Хотя настоящим адресатом лучших строк этой книги, как думали многие, был не он. Пустыня, песок раскалённый и зной, шатёр полосатый разбит надо мной. Сижу я у входа, качая дитя, пою я, и ветер мне вторит свистя. И вижу я, кто-то несётся ко мне на чёрном, как уголь, арабском коне. Привет тебе, путник, шатёр мой войди, останься, коль долог твой путь впереди. Я фиников лучших для гостя нарву, и мирой твою умощу я главу. Я мех твой наполню струёю вина. Властитель уехал. Войди, я одна. Осенью 1895 года Мария Александровна отдыхала в Крыму. В это время туда же приехал Бальмонт. Его успех был ещё впереди, но большой талант чувствовался сразу. Ей хотелось, чтобы её воспёл настоящий поэт, и она первой обратилась к нему. И, внимая напевом, невнятным, Я желанием томлюсь непонятным, Я б хотела быть рифмой твоей, Быть, как рифма, твоей или ничьей. Он ответил, и начался их роман в стихах, который длился около десяти лет. Он посвящал стихи ей, она ему. Но и в произведениях, не имеющих прямых посвящений, можно было найти множество перекличек, без преувеличения сотни стихотворений. Вероятно, она думала только о поэтическом романе, о любви двух родственных душ, который не причинит боли близким и позволит не нарушать моральных обетов. Желала она и поэтического поединка с равным. Но женить бы Бальмонта вызвал у неё прилив настоящей женской ревности. Она написала едкую драму «На пути к востоку», где в роли царицы Балкис изобразила себя в мечущемся между женщинами Геоцинтия Константина Дмитриевича, а богатой, но приземлённой, оказалась невеста Бальмонта. Эта свадьба поставила уже окончательную преграду между их человеческими отношениями. Но Бальмонт семейные узы такой преграды не считал. Он продолжал посвящать лохвицкой стихи, в которых открыто выражал свои чувства и желания. И вскоре об их романе начали говорить в Петербурге. Когда в тебе клеймят и женщину, и мать, за миг, один лишь миг, украденный у счастья, безмолвствуя, храни покой бесстрастия, умей молчать. И если радости короткой будет нить, и твой кумир тебя осудит скоро, нагнёт тоски и горя, и позора, умей любить. И если на тебе избрание печать, но суждено тебе влачить ермо-рабыни, неси свой крест с величием богини. Умей страдать. Мира лохвицкая. Умей страдать. Он никогда не сидел на месте, постоянно кочевал. Она в основном жила в Петербурге. У них выработался поэтический шифр, понятный им одним. Находя стихи друг друга, напечатанными в журнале, каждый воспринимал их как послание, как реплику, и брался за ответ. Её странная сказка о принце Измаиле, царевне Светлане и Джамали Прекрасной тоже похожа на шифрограмму. Принц там, конечно, Бальмонт. В его честь она и назвала родившегося тогда сына. Раз весной, когда цвели гранаты, слух пошёл по городу Трезвонец, что невесту ищет королевич Измаил, прекрасный принц восточный. Он престола древнего наследник и владеет царствами большими. Он с собой хороший, высок и статен, но печалью вечной затуманен. Ходит слух, что лишь на той принцессе, на княжне или на простой рабыне королевич думает жениться, кто на миг печаль его разгонит и засветит лик его улыбкой. Мира Лохвицкая Почему Измаил? Может быть, ей нравился еврейский смысл этого имени. Бог услышит. А может быть, его независимость. Измаил – дикий осёл. Его нельзя приручить. Его нельзя покорить. Или какой-то волшебный день они провели у крепости Измаил. Одни догадки. Наверное, что-то ещё материнское она питала к его метущейся душе. В 97-м Бальмонт познакомил миру со своим ближайшим тогда другом. «Мы расстались холоднее, чем я ждал», пишет Брюсов. «Быть может, его обидели мои неблагосклонные отзывы о госпоже Лохвицкой, которая произвела на меня впечатление довольно бездарной женщины. Зачем у неё такой большой рот? Она сказала, «Я привыкла, чтобы меня занимали». Я ответил, «Тогда нам не удастся с вами разговаривать». Однако её последние стихи хороши. Брюсов стремился стать во главе русского символизма. Бальмонт он ценил и преклонялся перед ним. Как говорила Цветаева, поэма о Бальмонте и Брюсове уже написана. Это Моцарт и Сальери. Творец-ребёнок и творец-рабочий. Человек-властный, Валерий Яковлевич, пытался воздействовать на Бальмонта. И, очевидно, это он сыграл свою роль в мучительном расставании поэтов. К тому же и роман не развивался в желаемом Бальмонтном направлении. В результате с его стороны пошли очень агрессивные стихи о преодолении, о насилии, о умире мольбы, о спасении от демона. Через пару лет Константин Дмитриевич заполитические стихи и выслали из Петербурга. Они больше не виделись. На прощание Мария Александровна написала стихотворение «Плач Агаре», посвятив его сыну Измаилу. Тяжко дышится в пустыне, Рдеет солнце, гневный царь. Плачет, плачет мать о сыне, Стонет смуглая Агарь. Угасают все надежды, Ангел жизни отступил. Ты лежишь, Закрывший вежды, Бедный сын мой Измаил. Начало от муки жгучей Пали смертные цвета, Кудри сбились темной тучей, Запеклись твои уста. Не пролил на нас предвечный От щедроты своей я. Здесь, в пустыне бесконечной, Мы погибнем, Ты и я. Мира Лохвицкая, Плач о Гаре По преданиям, Измаил не просто играл с Исааком. Он упражнялся в стрельбе из лука, заставляя своего маленького брата держать мишень. Он ощущал обиду за свою невольную второстепенность И срывал ее в насмешках, в издевках. Сара встала на защиту своего обетованного сына. И Аврааму пришлось в первый раз Приносить в жертву свое дитя. Отпустить их одних в пустыню Значило целиком доверить их судьбу Богу. И Авраам доверил. А Агарь забыла о том, что говорил ей ангел. Заблудилась духовно, ослепла. Стала плакать. Но отрок, сидящий от нее на полет стрелы, вдруг осознал, как он страшно грешил. И воззвал к Богу. И ангел Божий с неба воззвал к Агаре и сказал «Что ты, Агарь, не бойся! Бог услышал глаз отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». И отверз Бог очи ей, и она увидела колодец с водой живой и пошла, и, налив мех воды, напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос, и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Книга бытия. И услышал вопль о сыне тот, кто славен и могуч, и журча забил в пустыне чистых вод гремящий ключ. Возможно, самая большая надежда ее прощальной песни была связана с покаянием. Она сохранила верность семье, но это был подвиг самопожертвования. Мира таяла на глазах и в 35 лет умерла. Бальмонт откликнулся проникновенными стихами и холодным отзывом в письме Брюсову. Правда, затем он с ним рассорился навсегда. Родившуюся в 1907 году дочь он назвал Мирой. Сквозь зелень сосен на красной крыше Желтеет нежно закатный свет. И глухо-глуше, и тихо-тише Доходит шепот минувших лет. Все тише-тише, и все яснее Я слышу вздохи родных теней. За синим морем цветет лелея За дальней далью я буду с ней Совсем погаснуть, чтоб нам быть вместе Совсем увянуть, как свет зари Хочу я к белой моей невесте Мой час закатный, скорей сгори И вот восходит звезда морская Маяк вечерних, маяк ночных Я сплю, как чутка И ты живая И я весь белый С тобою тих Бальмонт В 1922 году, когда Бальмонт уже жил в Париже К нему явился юноша, бывший офицер-врангелевец Начинающий поэт Измаил Лохвицкий-Жибер Он был очень похож на маму Эта встреча взволновала Бальмонта И он пригласил юношу приходить к ним в гости Кажется, он влюбился в миру Писал Константин Дмитриевич княгине Шаховской Она забавно кокетничает с ним Читала ему очаровательным голоском свои стихи А он ей свои Он напомнил мне сегодня ту миру лохвицкую Которая была страстно нежна со мной И мне было странно Я чувствовал себя духом, который только играет в тело А это лишь его одежда Измаил и правда влюбился Но, вероятно, совсем юная Ей было всего 15 Мира Константинна не приняла его ухаживаний И через полтора года Измаил застрелился в Булонском лесу Его тетя, Надежда Тефи, написала об этой трагедии Один из самых горестных своих рассказов Майский жук Причина, которая толкнула его героя на такой шаг Неустроенность эмигрантской жизни Но настоящие мотивы самоубийства Измаила остались неизвестными При нем было найдено письмо В котором он просил передать мире Бальмонт пакет Со своими стихами и с портретом матери Та же скорбь мечтой унылой Душу мучает мою Ты возжаждешь, сын мой милый Чем тебя я напою Труден путь к святой отчизне Где найду небесных сил Мы одни в пустыне жизни Бедный сын мой, Измаил Не зайдет ли дух могучий С лучезарной угловой Да обрящешь в полдень жгучий Светлый ключ воды живой Мира Лохвицкая Плач о гаре Мира Лохвицкая Мира Лохвицкая Мира Лохвицкая Мира Лохвицкая